OBD-2 код неисправности техническое описание, контрольная лампа неисправности, неисправность цепи управления, что это обозначает. Этот код является общим кодом трансмиссии, он считается общим, поскольку он применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств, начиная с 1996 года, хотя конкретные этапы ремонта могут немного отличаться в зависимости от модели. Этот диагностический код неисправности DTS устанавливается, когда модуль управления трансмиссией автомобиля обнаруживает неисправность в электрической цепи индикатора неисправности MIL. MIL обычно обозначается как «индикатор проверки двигателя» или «скоро-сервисный двигатель», однако MIL правильный термин, в основном то, что происходит на некоторых транспортных средствах, это то, что сигналы PSM транспортных средств слишком высоки или низки, или на лампе MI отсутствует напряжение, PSM управляет лампой, контролируя цепь заземления лампы и проверяя напряжение в этой цепи заземления. Примечание, это нормальная работа, когда индикаторная лампа неисправности загорается на несколько секунд, а затем гаснет при включении зажигания или при запуске автомобиля. Симптомы, симптомы кода неисправности P0650 могут включать, контрольная лампа неисправности не загорается, когда это необходимо, проверьте лампочку двигателя или загорелся сервисный двигатель, MIL освещается все время. Причины, потенциальные причины могут включать в себя, выгоревшая лампа MIL, LED, проблема с проводкой MIL, короткое или открытое электрическое состояние, плохое электрическое соединение на лампочке, кластере, RSM, неисправный, неисправный ПКМ, диагностические шаги и возможные решения. Первое, что нужно проверить, это загорается ли лампочка, когда она должна, он должен включаться на несколько секунд при включении зажигания, если свет включается на несколько секунд, а затем гаснет, значит, лампа, светодиод в порядке, если лампа включается и горит, вы также знаете, что лампа, светодиод в порядке. Если MIL вообще не появляется, вам нужно диагностировать, в чем проблема, если у вас есть доступ к расширенному средству сканирования, вы можете использовать его для включения и выключения MIL, проверьте работу таким образом. Физически проверьте, не перегорела ли лампочка, заменить, если это так, кроме того, убедитесь, что лампа установлена правильно и имеет хорошее электрическое соединение, визуально осмотрите все провода и разъемы, ведущие от лампы MI к PSM, проверьте провода на наличие потертоизоляции и так далее, при необходимости отсоедините все разъемы, чтобы проверить наличие изогнутых контактов, коррозии, сломанных клемм и так далее, очистите или отремонтируйте при необходимости. Вам потребуется доступ к руководству по ремонту для конкретного автомобиля, чтобы определить правильные провода и жгуты, проверьте, работают ли другие элементы в комбинации приборов правильно, другие сигнальные лампы, датчики и так далее, обратите внимание, что вам может потребоваться удалить блок во время диагностических шагов. Если ваш автомобиль оснащен предохранителем PSM или ML, проверьте его, при необходимости замените, если все пока что проверено, вы должны использовать цифровой вольтметр, DVO-M, чтобы проверить соответствующие провода в цепи на конце лампы и на PSM, проверить правильность работы, проверьте на наличие короткого замыкания на массу или обрыв цепи. Если все проверяется на соответствие спецификациям производителя, замените PSM, это может быть внутренняя ошибка, замена PSM является последним средством и требует использования специального оборудования для его программирования, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. Продолжение следует...